Дорогие друзья, вы на канале Храма Святых Равнопосленных Константина и Елены. А территория, на которой мы сегодня снимаемся, это территория строительства будущего храма в честь порта Артурской иконы Божьей Матери. И вы все можете принять в этом посильное участие. Спасибо! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Всех поздравляю с этим пятым воскресным днём Великого Поста Осталось всего одно воскресенье, следующее до Пасхи, верное воскресенье, и уже через две недели нас ждёт Пасха. И вот сегодня Святая Церковь нас напутствует очень важным и очень духовным евангельским чтением о споре учеников Спасителя, точнее даже не о споре, а о просьбе дать сесть рядом со Христом во Царстве Небесном. Конечно, другие ученики возмутились, и в какой-то степени мы тоже возмущаемся, как так получается, что апостолы преследуют до какой-то степени статус, власть. И мы можем их немножечко извинить за это, потому что они были очень юными. Если Христу было 33 года, когда он был распят, то апостолам было 21 год, 24-26. Это были достаточно юные люди. И тем не менее, вот тот вопрос, который они задают, он существенен и касается каждого из нас. Потому что все мы люди, и мы хотим, чтобы нам было хорошо, так или иначе. Мы хотим заработать денег, мы хотим иметь хороший дом, может быть, поехать в отпуск. Хотим, чтобы детям нашим было хорошо. Все эти стремления для любого человека, они естественны. Даже сейчас, вот в это особое время, многие съездили в магазины, закупились. И сидят вот на этих запасах, там гречневые крупные, может быть, туалетные бумаги, еще чего-то. Вот Спаситель говорит очень важные вещи. Он говорит, что кто хочет быть самым большой, самым старшим, пусть будет слугой всем. Причем, заметьте, говорит, не просто будет слугой тому, кого ты любишь, например, а говорит именно всем. Потому что им часто становится, что мы становимся слугами, например, своих детей или внуков. И это такая распространенная картина. Но это на самом деле трансляция того же эгоизма или эгоцентризма. Но Спаситель говорит, будет слугой именно всем. То есть в конечном итоге, всему человечеству, всей цивилизации. И эта мысль, она действительно намного опередила то время, когда она была сказана. Потому что вот сейчас вот только-только люди приходят к пониманию того, что мы все находимся в одной тарелке. Мы находимся на одном земном шаре. И не может быть такого, что какая-то одна группа людей выиграет за счет других групп людей. Так не получится. И сегодняшний вызов, вот эта инфекция, которая скрывается везде буквально, она как раз и говорит нам о том, что не получится так, что один отсиделся в бункере где-то, и за счет других он выжил. Мы действительно все вместе. Поэтому ставить в качестве конечной цели благо вообще человечества, человеческой цивилизации, это действительно очень глубокая и духовно верная цель. И здесь возникает, конечно, вопрос, как нам не стать просто пустыми мечтателями, которые думают о благе всех и на самом деле не являются вообще никем. Или наоборот, являются через это большими гордецами. И вот в этом смысле для нас очень показательный пример сегодняшней святой Марии Египетской, которая, ну, казалось бы, вот не стала перед собой такую цель сделать что-то великое для человеческой цивилизации. Когда она переходила Иордан, будучи еще глудницей, она об этом совершенно не думала. Но тем не менее, ее подвиг, ее жизнь, ее житие, которое мы читаем каждый год, и не только мы, а в каждом православном храме, на всем земном шаре это читается, это действительно служение всему миру. И то, что она сделала, это отражается в сердцах наших и будет отражаться в будущего поколения. Это пример того, как один человек может сделать что-то великое, оставаясь маленьким. Оставаясь маленьким человеком, и действительно даже таким маленьким, что не имеет даже одежды или еды, это вот есть то величие, которому призван в конечном итоге каждый христианин. Служа Богу, каясь в своих грехах, меняясь на пути к свету, на пути к святости, в конечном итоге являться тем, кто проводит Божий свет в этот мир и является маленькой звездочкой для других людей. Все мы нуждаемся в таком свете, и когда мы видим и ощущаем таких людей, мы действительно за ними идем. Поэтому будем с одной стороны призвы по отношению к себе, будем видеть свои немощи, свой эгоизм, свое желание создать маленький комфортный мир, а с другой стороны будем видеть ограниченность этих стремлений и в конечном итоге жить тем, что будет являться благословением для многих, а не только для нашего маленького мирка. Если мы сможем выйти за эти пределы, то тогда действительно мы состоимся в духовном смысле, исполним свое предназначение. Если мы останемся запнутыми в дверях своей квартиры, своего такого маленького мира, своей комнаты, может быть, кухни, то мы так навсегда и останемся зерном, которое было брошено в землю, но не заросло. Еще раз всех с праздником! Храни всех, Господь! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ